Расскажите, пожалуйста, по поводу собрания. Сейчас здесь собрался вход жителей микрорайона Радуга. Жители глубоко возмущены тем, что сейчас идет волокита. Неясность вопроса по поводу строительства застройки ТСЖ «Феникс» вот этой территории, которую мы здесь видим. Из ответа, который мне отправила Государственная городская дума Саратовская, следует, что 4 апреля этого года выделена земля под парк, вот 21 398 квадратных метров, выделена администрацией заводского района. То есть фактически здесь говорится о том, что здесь должен быть парк. Но в то же время здесь указывается, что земельные участки площадью 6875 квадратных метров, 6876 квадратных метров предоставлены ЖСК «Феникс», являются смежными. Каким образом вот эта парковая зона оказалась смежной, непонятно. Поэтому мы считаем, что здесь присутствует просто обман. и мы требуем того, чтобы сюда вмешалась городская власть. Здесь никакие дома не нужны ни ТСЖ «Феникс», ни еще какие-то ТСЖ. Мы считаем, что если эта земля на законном праве выделена ТСЖ «Феникс», здесь дома строить нельзя, здесь парковая зона. Поэтому администрация города Саратова, областное правительство должны принять все меры, вплоть до выкупа вот этой земли у собственников, если они законные собственники. Но парк оставить в неприкосновенности. Здесь гуляют дети, здесь пожилые люди гуляют, здесь надо благоустраивать эту зону, здесь надо почистить пруд, здесь надо все благоустроить, привести в порядок, освещение, чтобы здесь полиция дежурила, чтобы можно было спокойно пройти по этой дорожке, которая соединяет 4-й жилучасток и улица Марина Росковой. А можно спокойно от Дома культуры. Поэтому мы сейчас выступаем за то, чтобы вступилась сюда и губернатор, подключился Радаев, Валерий Васильевич, чтобы были срочно приняты меры для исправления ситуации. В противном случае, в противном случае, жители готовы на крайние меры. Возмущение народа, оно копится, но терпение народа не беспредельно. Поэтому мы призываем, обращаемся и к вам, Валерий Васильевич Радаев, как к губернатору, примите срочно меры для того, чтобы спасти парк. Если Грищенко этим не занимается, если здесь какие-то темные махинации, значит, надо принимать меры Грищенко. Вы, как губернатор, должны это сделать. Если вы губернатор, а если здесь губернатор Грищенко и какой-то ТСЖ Феникс, то тогда, значит, все с вами понятно. Значит, надо вам заняться другой работой, не губернаторской. Не осталось. Все поуничтожали, все позастраивали. И этот вот последний уголок отнимают. Сделайте здесь для людей. Почистите пруд. Деньги выделяются постоянно на благоустройство. Куда они деваются? Разворовываются. Где прокуратура в таком случае? Где Степанов? Поэтому надо наводить порядок здесь. В городе Саратове. И вот это больная проблема, которую надо срочно решать. Или губернатора в отставку. Если губернатор не справляется, значит, его в отставку. Вот такое требование жителей. Мы сейчас на сходе обсудили этот вопрос. Будем приглашать губернатора на следующий сход. Следующий сход состоится по адресу улица Марина Роскова и дом 1. 12 числа в 17 часов власть у губернатора достаточно. И у депутатов Саратской областной думы. Пусть был аналогичный пример. Когда мы протестовали против закрытия поликлиники авиационного завода. Нам тоже говорили, что там все уже документы оформлены. Что там есть собственник. Что ничего изменить нельзя. Нашли. Мы говорили, тогда выкупайте. Нам говорила городская власть, что денег нет в бюджете города. Город нищий, город бедный. Но нашли деньги. Когда мы перекрыли улицу, деньги нашли из областного бюджета. И выкупили. А там, извините, 30 тысяч населения в той поликлинике было обслуживалось. И до сих пор обслуживается. Представляете? И деньги нашли на это дело. Поэтому мы говорим, что деньги, пусть ищут деньги и выкупают. И эта земля священная и неприкосновенная. Потому что она общая земля. И отдавать мы ее никому не собираемся.